Доброе утро! Доброе утро! Я ваш учитель норвежского языка. Сегодня мы продолжаем наши слова на букву D. И первое, которое у вас сегодня на слово, это домстуль. И те, кто из вас преступники, вам очень необходимо это слово, потому что это на норвежском суть, или суть A. Домстуль – это то физическое место, где вы решаете все вопросы. Следующее слово D. И это глагол, и значит путешествовать или поехать куда-нибудь, или даже пойти куда-нибудь. Мы говорим, я идрар куда-нибудь. Это не значит, что я обязательно еду или хожу, просто что у меня какое-то движение куда-то. Следующее. Дрепе – это тоже глагол. И это то, за что вам нужно пойти в суть. Это убить, или убивать. О дрепе. Следующее. Дрепе. 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 Это костюм. Те, кто знает английский язык, вы, наверное, путаете немножко, потому что дрепе на английском – это же платье, но мы же норвежцы, поэтому мы как-то путаем с этими словами. Следующее слово. Дрепе. Это, наверное, то, что ты делаешь до того, как дрепер, и до того, как появляешься драрти и том стуль. Это пить или выпить. Ну, можно и пить воду, конечно, но дрепе – это просто принимать жидкости через рот. И у нас то, что мы пьем, это называется дрепе. Дрепе. Варе. То есть напитки. Это может быть вода, это может быть пиво. Эль, как мы говорили. Вино. И так далее. Дрепе варе. Или дрепе варе. В единственном числе. В единственном числе. Хотя мы всегда говорим во множественном, потому что лучше, чем говорить напиток, мы говорим то, что это на самом деле есть. Поэтому. Но. Чтобы вам понятно, какой рот. Дрепе варе. О мужском роде. И следующее у нас слово – это дронинг. И дронинг – это королева. Обратите внимание на у, которое произносится как О. Дронинг. И ннь. Мы говорили об этом два урока назад. Ннь. Вам нужно сначала говорить н и сразу язык обратно в звук г. Ннь. Дрон, ннь. 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 Вот последний Н почти не слышно. И у нас следующее слово, это дрем, мрия, на украинском, конечно, сон, или, да, то, что снится тебе или кому-то. Дю, а, дю, дю, это значит ты, и это местоимение или пронумен по-нарвежски, я пишу, я пишу на норвежский, пронумен, вот, дип. Дип значит, а, кстати, не говорите ду, говорите дю, потому что если вы говорите ду, это туалет, и вы не хотите говорить туалет, когда вы хотите говорить, когда вы на самом деле хотите говорить ты. Чуть неуважительно говорить туалет, когда хочешь внимания от кого-нибудь. Deep – это прилагательное, и это значит глубокое или глубокое. Deep – животное, то есть что-то живое. Мы как в среднем, вроде, изменяем это слово – дыр. И потом у нас дыр как прилагательное, это не связано с животными, это значит дорогой. Например, «эн дыр дэс» значит дорогой костюм. То есть стоит очень много денег. Потом у нас дыр – это тоже глагол. Это, наверное, то, что ты сделал, чтобы убить, чтобы дыр – это толкнуть. Толкнуть человека или вещи, или дыр – просто кто-нибудь от себя. И потом у нас последние два слова, которые одинаковые. И потом у нас дыр – это значит смерть, то есть конец жизни. И потом у нас дыр как прилагательное. И дыр как прилагательное значит мёртвый. Мёртвый. Тоже нужно знать. Я пишу это слово два раза, чтобы разница понятна была. Это всё на сегодня. Я надеюсь, что эти слова не пригодятся. Особенно «домстульдрепе». Ну, некоторые из них, наверное, очень удобные знать. Но надеюсь, что вам не нужно присутствовать в «домстуре». Вот. Это всё на сегодня. Надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте нажимать на кнопку «подписаться» на канал. И буду рад вас видеть в следующий раз. До свидания и хао-добра.